В Ульяновске в переулке Гоголя Радует, что сам храм сохранился до наших дней История Святого Воскресенско-Германовского собора Началась с иконы святителя Германа Казанского Как говорит исследователь истории собора Протоирей Николай Синьковский Который изучал документы в московских архивах Есть две версии, как она появилась в Симбирске Событие относится к 90-м годам 17-го столетия В ту пору казанским митрополитом был Маркел По одной версии, он инициировал передачу иконы святителя Германа Благословения тогда еще совсем юному городу Симбирску По другой версии, горожане просили прислать им эту икону с мощами Которая являлась не оригиналом, а списком чудотворного образа Хранящегося в городе Свияжске Так или иначе, образ здесь оказался Встречали его как раз примерно вот на этом месте Вот здесь вот по этой вот дороге, которая мимо Маришкина родника нынешнего Уходит туда, это была как раз дорога в Казань По этой дороге каким-то образом его то ли несли, то ли везли Этот образ, и вот где-то здесь горожане вышли ему навстречу Ну как это водится, так сказать, это был крестный ход по видеому С духовенством, там молебен послужили Здесь произошла эта встреча Вскоре здесь была построена часовня Главной святыней ее была эта икона Когда часовня обветшала, люди на этом месте построили храм Это не тот храм, в котором мы сейчас стоим Он был другим Он был поменьше Немножко иначе устроенный Такой был классический, скажем так, деревенский храм Вот какого-нибудь там 18-19 веков, как их строили Повыше помещение такое Оно, видимо, было как летний храм И к нему пристроено пониже, который легче отапливать Которым молились зимой В этом приходском храме, расположенном тогда на окраине города, было три предела Главным считался Воскресенский Два предела располагались в теплой части Один – трех святителей казанских Гурия Германа в Арсенофе И третий – апостолов Петра и Павла Приход был немаленький К нему были приписаны некоторые городские дворы, находящиеся вокруг храма И в этом же приходе числилась деревня Поливна Из нее за семь верст люди ходили сюда в храм Этот храм в таком виде существовал до середины 19-го столетия Во второй половине 70-х годов 19-го века Местные прихожане обратились к епископу в консистерию, так сказать, к епископу с просьбой Перестроить этот храм в силу того, что он уже обветшел Писали в прошении о том, что храм, где в стенах трещины уже появились Что пол храма оказывается уже ниже уровня земли Что зимою храм очень трудно натопить и обогреть К 1879 году была отстроена та часть, которая теперь и является центральной Отстроили это быстро Ну вы будете ходить, занимать, показывать Это же достаточно большое здание На самом деле это серьезно И это те времена, когда этих самых кранов-то подъемных не было И что? Кирпич наверх таскали на кобылках Знаете, что кобылка нет? Правда нет Это такое устройство, похоже на станок от рюкзака Вот сейчас станковый рюкзак есть, да? Вот такой вот станок, у человека на спине Ему туда кирпич, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык Наложили, и он побежал наверх с этим кирпичом Вот так вот строили Это был первый этап перестройки этого храма В этом году исполнится 140 лет с момента первого его обновления Освящение прошло в октябре 1879 года Почти 20 лет храм оставался в таком виде Строительство церкви завершилось лишь в 1893 году Храм приобрел тот облик, который мы можем наблюдать сейчас Церковь славилась своей колокольней Там был самый большой в городе Симбирске колокол Весом 703 пуда 21 фунт Язык колокола весил 26 пудов Это примерно 425 килограммов Колокол отлили в 1896 году на средства симбирского купца Чикалина Его звон был слышен за 10 верст от города В 1916 году приход Свято-Воскресенско-Германовского собора был самым многочисленным в городе Почти 13 тысяч человек После революции храм разрушать не стали Помещение использовали для других нужд В 1930 году наш собор закрывают по решению местной власти И до 1931 года он стоит пустым В 1931 году после пожара в Троицком кафедральном соборе города Симбирска в котором находился в тот момент архив Архив передают как раз в здание Воскресенско-Германовского собора Тогда он назывался просто Германовской церковью И с тех пор до 2009 года в здании Германовского собора располагался архив Естественно, советская власть не оставила собор в том виде, в котором он был С него были сняты главки, была разрушена колокольня На месте которой был построен четырехэтажный из белого силикатного крепича пристрой Здесь располагалось архивное управление В алтарях собора был устроен читальный зал Тяжбы по поводу передачи здания Германовского собора Обратно Русской Православной Церкви продолжались очень долго И в 2009 году было принято решение о передаче здания После передачи был отслужен молебен на начало всякого доброго дела И начались восстановительные работы К Пасхе 2010 года Германский собор был восстановлен кроме колокольни Сам собор был открыт и первое богослужение было совершено Полная литургия на Пасху 2010 года Возглавил эту литургию преснопамятный владыка-метрополит Прокол Который занимался, добивался и очень родил передачи этого собора обратно Русской Православной Церкви На этом реставрационные восстановительные работы не закончились В мае 2012 года на воссозданную колокольню были подняты колокола, которые и сейчас украшают собор С тех пор Германовский собор выглядит в том виде, в каком мы видим его сейчас Отдельно стоит поговорить о других святынях храма Здесь их достаточно много Этот собор очень любил преснопамятный владыка Прокол Он был по сути его детищем И каждую икону, которую сюда приносил владыка, он приносил со смыслом Взять хотя бы почитаемую икону преподобной Марии Магдалины В которой находятся частицы мощей Я помню эти события, когда он принес впервые эту икону Марии Магдалины С частицы его мощей на ее праздник Была божественная литургия служилась, все начнут в день и накануне И вот торжественно принесена была эта икона Марии Магдалины С частицы ее мощей, она также пребывает в нашем храме Как мы уже говорили, один из пределов когда-то был посвящен Трем святителям казанским Герману, основателю Свияжского монастыря Горию, епископу Казанскому И в Арсенофию, основателю первого монастыря в Казани По благословению владыки Анастасии Не так давно была написана икона этих трех святителей И в нее были вложены частицы мощей святителей Еще одной святыней нашего собора является старинная икона Престой Богородицы, образ нечаянной радости Эта икона связана с историей нашего собора Она древняя икона, она находилась в древнем соборе германовском Она была почитаема людьми, она также сейчас пребывает в нашем соборе После восстановления, после того как храм был передан и восстановлен Владыка Прокол также с любовью ее сюда принес И установили ее ежедневно, межнедельно в нашем соборе За исключением великого поста По средам совершается молебен с акафистом перед этой чудотворной иконой Как ее почитали раньше в старом германовском соборе Как мы знаем, четыре года мощи святого блаженного Андрея Симбирского Покоятся в Спасо-Вознесенском соборе Все это время рака, где ранее находились мощи святого, пустовала По благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия 5 июля этого года в храме был установлен ковчег из раки Андрея Блаженного На его крышке написана икона в полный рост святителя Германа И в нее установлена большая частица его мощей Интересна еще одна деталь храма – старинный подвал с колодцем Краеведы говорят, что ключ забил в подвале неведомо откуда в 1903 году На самом деле сегодня точно определено, что вода поступает в старинный колодец из Моришкиного родника Колодец достаточно глубокий, и вода в нем на вид чистая Однако, по словам священнослужителей, ее они не используют во время крещения службы Берут только для полива газонов По словам отца Антония, несколько лет назад вода в колодце неожиданно помутнела Приглашенные специалисты водоканала взяли пробы воды и сказали, что она загрязнена бактериями из канализационных стоков По версии специалистов, во время строительства соседних домов была временно нарушена подача воды В настоящий момент воду в колодце возможно очистить и использовать ее для питья и церковных служб Что и будет сделано в скором времени Все эти предметы подвального помещения, сами стены храма хранят историю не только самого храма Они помнят симбирян, которых здесь крестили, венчали, которые обращались под сводами этой церкви к Богу Здесь сохранилась частица истории нашего города К счастью, сегодня Свято-Воскресенско-Германовский собор – это дом Божий Место священное, самим Богом предназначенное для молитвы Да будет так до скончания века Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok